Здравствуйте, уважаемые зрители! Как всегда, на Медиа-Информе программы мы с Михаилом Кацином, и сегодня у меня очень интересный гость, один из таких ведущих фронтменов партии «За Майбутни», главврач второго роддома Максим Глубенко. Здравствуйте, Максим. Добрый день, Михаил. Прежде чем мы начнем передачу, я хотел бы вам показать роли, которые Максим Юрьевич подготовил для своих избирателей, почитателей, рожениц и всех неравнодушных мужчин и дам нашего города. Пожалуйста. Здравствуйте. Привет. Скажите, пожалуйста, а это правда, что вы не обещали починить все дороги в Одессе? Я не обещаю, что раз и навсегда смогу отремонтировать все дороги в Одессе. Правда, не обещал. Скажите, пожалуйста, а это правда, что вы не обещали решить на 100% проблемы с парковками и с пробками в Одессе на 100%? Правда, и этого я не обещал. А скажите, пожалуйста, а вот по поводу ЧМП, это правда, что вы не обещали навести там стопроцентный порядок? И, конечно, я не могу пообещать, что гарантированно решу все-все наши морские проблемы. Правда, правда, всего этого я не обещал. Все хорошо. Скажите, пожалуйста, а это правда, что вы баллотируетесь в депутаты Одесского горсовета? Вы понимаете, что мешаете мне работать? Вы хотите правду? Так я вам скажу, зачем я иду в городской совет? Этому родильному дому уже 156 лет. Здесь рождались, рождаются и должны рождаться маленькие одесситы, которые и есть наше будущее. И я, Максим Голубенко, главный врач второго родильного дома. И я знаю, что если я стану депутатом Одесского городского совета, я сделаю все возможное, чтобы этот дом не стал ни парковкой, ни гастрономом, а чтобы здесь все было хорошо. И я знаю, как это сделать. И это касается не только роддома, а и всех остальных больниц и поликлиник города. Когда с медициной все будет хорошо, тогда и у нас с вами все будет хорошо. И у Одессы будет здоровое будущее. И вот это как раз и есть правда. Мы изучаемся в студии Медиинформа. Надеюсь, вы прослезились. Настолько трогательный ролик в исполнении Максима Юрьевича. Максим Юрьевич, как вы, будучи акушером-гинекологом, смогли воспитать себе актерские данные? Вы знаете, врач это не просто образование и не просто ремесло. Врачевать это искусство. И этимологический термин врач происходит от глагола врать, то бишь разговаривать. И в принципе мы все врачи, безусловно, в каком-то смысле актеры разговорного жанра. Ибо если после разговора с врачом пациенту не стало легче, то это не тот врач. Вы так красиво говорите, можно подумать, что у вас где-то среди ваших предков был либо Авицен, либо Гиппократ. Вы знаете, я думаю, что у каждого из нас, и безусловно у меня, моих пра-пра-пра-пра и в средние века, и до Рождества Христова было намного больше, чем сегодня живет китайцев на земном шаре. И все эти люди прожили жизнь не напрасно, и они передавали своим детям самое лучшее, а это и любовь, и безусловно знание. Максим Ильич, смотрите, вот вы производите впечатление человека, вот мы первый раз с вами лично общаемся, производите впечатление человека, которому он не просто небезразличен, а который ловит кайф от своей профессии, от того, чем он занимается. Вот вы сейчас идете в Одесский городской совет от партии «За мои будни». Зачем вам, в принципе, политика, если вы и так счастливы, будучи руководителем серьезного медучреждения? Вы знаете, местные советы – это не большая политика. Местные советы – это управленческие функции, и это организация жизни в нашем доме. И, безусловно, с прицелом на будущее, какое оно будет в нашем доме. Поэтому меня, как доктора, очень волнует, интересует перспективы медицины города, при том медицины для всех, всех направлений, всех отраслей. И сейчас наступает новая эпоха для украинской медицины. Наше общество повернулось лицом к врачам, лицом к нашей медицине. А вы уверены, что повернулось, судя по сообщениям о том, что многие врачи уходят из больницы за недоплату? Но, я думаю, еще не повернулось. Если повернулось, то не тем местом. По крайней мере, процесс уже пошел, при том эволюционным путем, естественным путем. И впереди еще очень много вопросов, где необходимо менять приоритеты, где необходимо продумывать стратегию. При том, именно то, что я иду в составе всеукраинской партии, и внушает, безусловно, надежду, что вопросы подходов к медицине и выработке стратегий общегосударственных, они действительно будут решаться в рамках всей нашей страны. Максим, вы являетесь главврачом коммунального учреждения, да, я так понимаю? То есть, вы формально подчиняетесь городскому управлению здравоохранения? Безусловно. То бишь, вы как бы в вертикале действующего городского главы. Тем не менее, вы идете по списку партии «Замый будник», которая является оппозиционной партией, которая возглавляет Сергей Васильевич Кальничук, который баллотируется на пост мэра Одессы. И, конечно, здесь не могут не возникать некие там вот трения, да, вот по линии там, например, вашей вертикали. Вот почему вы все-таки решились, понимая те политические риски, с которыми вы столкнетесь, пойти и окунуться в этот процесс? Значит, в первую очередь, Одесса — это наш общий дом. И устраивать полный раздрай и делить, что город, что опять-таки нашу страну на своих чужих, на север, юг, запад, восток — это неправильный подход. Это действительно уже устаревший взгляд на происходящую действительность. И мы идем в городской совет для того, чтобы созидать, для того, чтобы участвовать и активно участвовать в работе, в разрешении тех проблем, которые накопились и тех проблем, которые будут еще вставать и перед городом, и перед областью, и перед нашей страной. Поэтому здесь один в поле не воин. И, будучи просто мажоритарным депутатом, человек может заниматься интересами и проблематикой своего округа и не масштабировать себя на город, область и страну. Будучи в составе общенациональной политической силы, которая действительно пропагандирует единение страны, развитие страны, инвестиции в будущее страны и не допущение тех наших уже привычных с момента незалежности грехов, я имею в виду коррупцию, я имею в виду попытки расколоть страну идеологически, всеми возможными способами. Мне очень импонируют взгляды нашего руководителя Игоря Петровича Палица. Системный подход, очень мудрый подход, при том и то, что касается вопросов, начиная с 2014 года, и вопросов происходящего сейчас в стране, и выработки стратегии, как мы видим будущее нашей страны. Очень трезвый, очень мудрый политик, который действительно обладает системностью во взглядах и в принятии решений. Максим, вот у нас впереди выборы, через неделю мы будем избирать мэра и городской совет. Как изменится, на ваш взгляд, Одесса после 25-го числа? Безусловно, те люди, которым Одесситы доверят представлять их интересы в городском совете, они обязаны участвовать, они обязаны болеть за свое дело, и безусловно прислушиваться к нуждам и необходимостям, которые возникают у наших жителей. Я все-таки, как врач, в первую очередь хотел бы больше участвовать в борьбе с ковидом, в той ситуации, в которую мы попали на непонятный срок, то есть это как минимум, наверное, до середины следующего года, дай бог. И очень бы хотелось, чтобы мы смогли переломить ситуацию, предпринять правильные организационные шаги для того, чтобы этот внешний враг не пришел в наш дом надолго. Знаете, вот в партии «За мои будни» очень много докторов, врачей. Это ваш лидер в Одессе Сергей Васильевич Калинчук, это вы, это Олег Тарабрин, там есть ряд других докторов, врачей, ваша политическая силия. Вот мы как бы говорим о том, что вы врачи, но при этом мы не говорим о том, а вот кто такие врачи и вот особенность характера, поведения, склада ума врачей, вот кто такие врачи? Чем они отличаются, например, от людей других профессий? Ведь профессия, она во многом и шлифует человека. Ну, профессия, безусловно, определяет и взгляд на жизнь, и мировоззрение. В первую очередь, врачи – это люди, которые посвятили себя любимому делу. Служению. Служению, при том служению людям. Врачи – это люди, которые имеют образование, при том всесторонние, и люди, которые умеют учиться и работать над собой. Врачи – это люди, которым присуща эмпатия, то есть умение иногда отказаться полностью от своих собственных проблем в пользу решения вопросов и проблем своего пациента. То есть умение видеть эту жизнь глазами своего пациента, умение чувствовать то, что чувствует пациент. То есть в любом случае профессия врача формирует в человеке небезразличность к происходящему вокруг и к тем людям, которым он может помочь. Максим, знаете, вот у нас очень много докторов, врачей в Одессе. Одесса ведь всегда считалась благодаря своим больницам, здравницам, таким не только курортным городом, а курортно-оздоровительным городом. И меня всегда смущало, что в Одессе нет мощной врачебной ассоциации, которая бы отставила интересы врачей перед руководителями медучреждений, либо в целом, например, перед местной властью, перед центральной властью. Вот почему так? Почему врачи, в общем и целом, они разрознены? Ну, безусловно, необходима инициатива. Необходимо, чтобы созрела ситуация, когда самосознание и в рамках профессии и профессиональных отношений заставит врачей объединиться, не только в рамках одного цеха, то есть по профессиональным направлениям, но и масштабно как специалисты, как люди, которые делают одно общее дело и которые стремятся в одном, движутся в одном направлении. У нас есть профсоюзные организации, у нас есть ассоциации в рамках разных специальностей, но тем не менее, я думаю, что эволюцион... Но энергетики там нет, нет энергетики. К сожалению, мы действительно дожили сейчас до какой-то апатии и меланхолии в своих взглядах на жизнь, потому что, к великому огорчению, сама медицина не просто финансировалась по каким-то остаточным принципам, был нивелирован и уничтожен престиж медицины. То есть быть бизнесменом, быть хозяином какого-то предприятия намного престижнее, чем быть врачом на сегодняшний день. Но и опять-таки в нашем стране, в Украине сейчас уже вернулся авторитет военных, людей, которые защищают нашу Родину и стоят на страже суверенитета и страже интересов нашего государства. Я уверен, что тот же самый процесс в обществе произойдет в отношении медицины и медиков. Потому что мы допустили ситуацию, когда очень много молодых, перспективных, талантливых людей, которые пошли в медицину, они выехали из страны. И они сейчас на самом деле успешно работают по всему миру, но не здесь. А вот задача нашего государства действительно изменить, всесторонне изменить подходы и свое отношение к медицине и к медикам для того, чтобы самые лучшие умы, самые лучшие руки оставались здесь дома. И чтобы наши медики видели перспективу и личностную, и в общем перспективу нашей медицины. Тогда им будет очень хотеться действительно служить, действительно бороться и по-настоящему побеждать. Максим, вы знаете, я себе сейчас ставлю на место человека, который находится по ту сторону камеры, обычного, рядового, скажем так, одессита. И вот он смотрит сейчас на нас. И вот что он думает. С одной стороны, перед ним морда ведущего, то есть меня, который выпендривается перед камерой. С другой стороны, кандидат в депутаты, который наверняка идет там красть, там воровать, еще делать, еще делать. Почему? Да потому что в основном депутаты горсовета любого этим занимаются. Вот, Максим, я знаю вас, я знаю то, что думают о вас ваши пациенты, те женщины, которые проходили через ваш родильный дом, знаю, как вы обходитесь. Я знаю, какой вы человек, но зрители в общем и целом могут этого не знать. Вот постарайтесь вот емко сейчас сказать очень коротко. Вот почему вы идете в городской свет и какие ценности вы несете? Самое главное, почему нужно поддержать вас и вашу политическую силу? Ну, безусловно, я бы хотел напомнить, вот вы сказали, по ту сторону камеры обычной одесситы. Безусловно, и по эту сторону камеры в студии абсолютно обычной одесситы. Я продукт местного разлива, я родился в Одессе, моя семья живет в Одессе, мои дети родились в Одессе. Поэтому моя жизнь навсегда связана с нашим родным городом. Не, ну знаете, вы конкурентоспособен, вас в принципе можно экспортировать. Если клонировать, то да. Но оригинал навсегда имеет порт приписки Одессы, это я гарантирую. А для чего я иду в городской совет? Для того, чтобы ближайшие 25 лет, которые, я надеюсь, мне сейчас уже почти 50. Вы выглядите как на 25. Это плацентформула, у меня очень молодая аудитория, наши новорожденные, и это обязывает. Вот, я на самом деле очень хочу, пока есть силы, пока есть время, пока еще не пришли в гости ни Паркинсон, ни Альцгеймер, я очень хочу пригодиться своему городу. Притом это для меня не пафос, а это искреннее намерение. И я посвятил медицине больше 30 лет своей жизни. Я кое-что умею, кое-что знаю. И самая главная, наверное, мотивация, это огромное желание сделать так, чтобы у всех были равные права, чтобы соблюдался закон, чтобы действительно был перспективный план, который обдуман, взвешен, и чтобы все те ресурсы, которые существуют, которые есть и которые могут быть, действительно использовались по назначению. И в моем ролике я не слукавил, когда сказал, что если в Одессе с медициной все будет хорошо, то действительно у всех у нас все будет хорошо. Максим, вы тут упомянули про Альцгеймера. Вы знаете, у меня такое впечатление, что Альцгеймер давно постучался в двери нашего общества, учитывая то, как каждые пять лет наши дорогие сограждане Одесситы, которых мы очень любим, я искренне говорю, они отдают свои голоса за какие-то плюшки, за гречку, за скамейки, за покрашенные какие-то шины, за покрашенные двери и прочее, забывая при этом, что наступит и день расплаты. И, как говорит один известный политик, каждого кассы ждет впереди на выходе из супермаркета. И на пять лет мы получим тот же самый качественный состав городского совета. Вы уверены, что наше общество способно избирать такую молодую команду, как вы, в хорошем смысле молодую, там вы, Сергей Васильевич Калинчук, люди, которые авторитетны в своих специальностях, а Тарабрин тот же самый. Вы уверены, что общество вообще готово вас, что называется, выдвинуть на пьедестал? Вы знаете, это не пьедестал, это отправить на работу, заниматься проблемами общества, поэтому это отнюдь не трон и не пьедестал, Боже избавь. Голгофа, я не думаю, что это Голгофа, это на самом деле рабочее место, это четкая задача улучшить, приумножить и сделать все по-честному. И я уверен, что такие перспективы есть. Действительно, мы еще молодое государство, но мы уже, надеюсь, переболели детскими болезнями. И все-таки пора начинать все делать не только ради каких-то финансовых интересов, личностных интересов, все-таки пора уже вспоминать о том, что мы государство и нам нужно созидать. То есть пора немножко научиться государственности в подходах, в решении любых вопросов на всех уровнях, при том и в министерствах, и в правительстве, и в Верховной Раде, и, понятно, во всех остальных советах разных уровней. Поэтому мне кажется, что пора стать более честными перед самими собой. Пора начать действительно созидать, потому что то, что мы оставим, оно останется нашим детям. Максим, вот Одесса – это город моряков, и Одесса, безусловно, город врачей. У нас огромный медицинский университет, который выпускает тысячи выпускников, в том числе иностранных граждан. И у нас одесситы очень часто пересекаются с нашими медиками. И понятно, что наши медики, они уезжают в ближние, там, близлежащие страны, там, Польша и так далее, потому что там платят больше и там платят лучше. А у меня вот к вам вот простой вопрос. Как сделать так, чтобы медики украинские, они были удовлетворены? Потому что, если медик не удовлетворен, он к пациенту будет относиться пренебрежительно. Вот как нам изменить кардинальную ситуацию, чтобы профессия медика на слово была престижной? Опять-таки, как нам нужно вооружить нашу армию? Нам нужно финансировать нашу армию, нам нужно готовить ее. То есть, к моменту, когда необходимо выполнить боевую задачу, все службы должны быть и подготовлены, и оснащены, уметь воевать и иметь опыт войны. То же самое в медицине. Для того, чтобы в нужный момент вот так срабатывала целая служба, при том город, область, вся страна. Подождите, это нужно созидать, строить заблаговременно. И делать все, продумывая наперед, чтобы никакой враг, ковид или следующий, не заставал нас врасплох. Вот это очень важно. То есть, уметь выстраивать стратегию наперед, уметь предвидеть ситуацию. Но и, безусловно, нельзя в нищей медицине предъявлять какие-то требования по современным стандартам. Если мы хотим иметь свою отечественную качественную медицину, мы должны вместе ее строить. Мы должны этим заниматься. Скажите, Максим, вот есть ли у города инструменты, реальные инструменты, которые бы позволили хотя бы локально на уровне Одессы реформировать медицину, сделать ее конкурентоспособной, имея в виду муниципальную медицину. И самое главное, начать продавать свои услуги тем же иностранным гражданам, которые бы приезжали сюда, например, рожать, поскольку здесь есть все условия, лечить еще какие-то болезни или прочее. Есть ли у города реальные инструменты? Потому что очень часто город спихивает все на центральную власть, потому что там не принимают решение, но мы-то что? Вы знаете, то, что можно делать, в городе делают, особенно на местах. Но я не зря говорю о национальной стратегии. Я не зря повторяюсь уже, что необходимо сместить приоритеты, необходимо инвестировать в медицину. Все, что мы тратим на медицину, это не расходы, это действительно инвестиции в нашу, опять-таки, обороноспособность медицины, в ее возможности и в ее будущее. Сложно готовить кадры, на это необходимо время, это не просто финансы. Так само умение пользоваться оборудованием, совершенствование своей практической деятельности, научной деятельности, это все требует правильных акцентов и времени. И, безусловно, наличия кадрового потенциала, который это все будет делать. Поэтому невозможно, наверное, построить коммунизм в одном отдельно взятом городе. Если будет доктрина всеукраинская, если мы действительно в рамках страны начнем поднимать из руин нашу медицину, то и в Одессе медицина будет на уровне. А уже решение локальных тактических вопросов, безусловно, этим нужно заниматься на уровне города и на уровне области, конечно. Максим, у нас остается одна минута, я хотел бы задать вам человеческий вопрос в завершении. Что для вас дружба и много ли у вас друзей? Вы знаете, много друзей быть не может, потому что друзья это люди, с которыми ты близок, в первую очередь, душой. У меня, безусловно, есть друзья, и это настоящие люди, и это те, кому я тоже предан беззаветно и навсегда. А у вас есть среди друзей политики? И среди друзей у меня есть люди, не безразличные к политике. Но на самом деле друзья это не люди профессии, это не люди политики, это родные души, с которыми ты проходишь в течение всей жизни. И в завершение хотел бы у вас попросить рецепт, как у врача. Власть развращает, абсолютная власть развращает абсолютно. Вы медик, но в то же время вы руководитель, вы главврач больницы, у вас в подчинении достаточное количество человек, и есть, что называется, пространство для маневра, для управления. Вы можете по-разному управлять людьми. И у меня к вам простой вопрос. Вот рецепт, как имея абсолютную власть даже в отдельно взятом учреждении не скатиться до авторитаризма, до самодурства, когда твои портреты висят в каждом родильном кабинете и так далее, операционной, еще где-то в палате. Вот как до этого самодурства не скатиться, потому что это проблема в целом нашей системы управления, когда каждый чиновник считает себя самодуром, который может мучить людей, который может из людей тянуть последние соки. И люди чувствуют просто себя обманутыми, а самое главное, каким-то низшим сослоем. Вот как реформировать систему, когда вот как вы там у себя в роддоме, я знаю, что вы для всех, ну вас все любят подчиненные, это правда, да, вот вы установили такую систему, вы управляете учреждением, но не палочной системой, а мотивируете. Вот как этот опыт перенести на все абсолютно департаменты, в целом на муниципальное управление? Знаете, меня вопрос даже немножко удивляет, потому что что нужно для того, чтобы быть нормальным человеком? Позвольте, надо просто им быть, потому что я прошел в моей карьере путь от санитара до главного врача, от студента до профессора. Я побывал на всех ступеньках и в нашей профессии, нашей специальности, и извините, я не менялся никогда, то есть переделываться уже поздно, уже какой спеленочек, такой и в могилку. Поэтому, если кто-то занимается самодурством, то это у него сидит внутри, и это его суть. А для того, чтобы быть нормальным человеком, надо, опять-таки, может быть, надо родиться в правильный момент, в правильной семье, Может быть, надо быть выращенным в любви, и на самом деле, напитавшись той любви, нести любовь дальше. То есть относиться к нормальным людям, адекватно, с теплотой и с хорошим в смысле человеческой любовью. Тогда не нужно будет вешать портреты или делать себе наколки с портретами лидеров. Понимаете? Мы все цивилизованные люди, и на сегодняшний день мы все умеем, точнее, можем друг друга слышать, если мы хотим. Максим, спасибо большое, уважаемые зрители. У меня в гостях был человек, профессионал, именно, подчеркиваю, профессионал, который не по должности является главврачом второго родильного дома, а по призванию, по профессии, абсолютно соответствует занимаемой должности, а также является кандидатом в Одесский городской свет от партии «За мои ботни». Максим Голубенко, я вот в завершение просто хочу сказать, что вот интурируя Максима и следя за его деятельностью, вот что мне нравится. Вот он не зацикливается исключительно там на своей профессии, хотя будучи профессионалом, действительно профессионалом экстракласса, он говорит о серьезных ценностных вещах, он говорит о философии, он говорит о культуре, он говорит в целом о нашем с вами мировосприятии. Мне кажется, что вот такой подход в политике, когда в политике сейчас у нас столько вызовов и на глобальном уровне, и на украинском уровне очень важно, поэтому подумайте, сделайте свой выбор, делайте выбор в пользу тех, которые говорят не исходя из сегодняшнего дня, а которая говорит исходя из всей жизни, а также исходя из истории и чувствует самый главный пульс нашего города. Спасибо, что были на Меденформе. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова